МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже если эта земля необходима под строительство. Если же без закрытия точки не обойтись, то местные власти должны помочь бизнесмену найти новое место для размещения торгового объекта. Однако это скорее относится к мегаполисам, типа Москвы и Питера. В Ульяновске киоски никуда не пропадали. Тем не менее, каждый признает, что 15 лет назад их было гораздо больше. Все, кто застал советские времена, помнят, что в каждом сквере или парке стояли ларьки, где зимой можно было купить горячие пирожки, а летом холодную воду с сиропом. Потом этого не стало. Посчитали, что ларьки уродуют облик города. Но теперь времена снова меняются. Минпромторг решил вернуть киоски на улицы городов. 20 лет назад за места, где можно поставить киоск, шли криминальные войны. Киоски горели, передавались, перепродавались. В 2000-х бизнес стал цивилизованнее. Криминал перестал играть главную роль в его развитии. Но радость длилась недолго. Мобильные торговые точки стали прогонять с оживленных городских улиц в погоне за внешней красотой населенных пунктов. И вот их снова возрождают. Сейчас губернаторам сформулирована задача перед нами, перед корпорацией с точки зрения формирования дополнительной нормативной правовой базы совместно с нашим министерством сельского хозяйства. Мы должны будем подготовить необходимые правовые акты. Здесь есть одна проблемная часть, безусловно, то, с чего вы начали. Что считать красивым объектом или некрасивым, в законодательстве это описать невозможно. Городостроители тоже считают, что небольшие торговые точки – это удобно. Киоски должны быть там, где это экономически и архитектурно оправдано. Другой вопрос, как их сделать красивыми. Как организовать эти нестационарные торговые ряды, чтобы это было, не портило, так скажем, облик какой-то площади или какого-то маленького райончика. Вот это вот задача для нас, для всех. Когда дизайнерские решения получат воплощение на ульяновских улицах, город станет еще краше. Экономисты считают, что мелкая розничная торговля составит конкуренцию по некоторым группам товаров для супермаркетов, поэтому цены будут снижаться. Но это в теории. На практике только потребительский спрос покажет, насколько нужны киоски горожанам. У них свое мнение. Если пивные киоски около учебных учреждений, как было у нас, это не совсем верно, потому что одновременно и различные гуляния мешают обучению студентов. Мне кажется, если их немного, то это вполне удобно, потому что иногда действительно не хватает, например, магазинчиков поблизости, где можно купить воду и так далее. Нехватка небольших торговых точек налицо. Вспомните жаркие летние дни и возможность, не проходя целый квартал до ближайшего магазина, здесь и сейчас купить холодный напиток. Однако у этого комфорта есть и своя оборотная сторона. Киоски могут стать рассадником, как бы это сказать, скоплений молодежи нежелательных, которые будут там тусоваться, особенно если киоск круглосуточный. На мой взгляд, киоски стоит вернуть, если у них будет удобный график работы. Например, с 6.30 до 8.00-9.00 вечера. В Ульяновской области, по словам Руслана Ганединова, готовится целый ряд подзаконных актов, чтобы облегчить оформление документов бизнесу, чтобы облечь в законодательные рамки все возможные нюансы работы нестационарного объекта торговли. Светлана Колесова знает, как украсить город с помощью киосков. Жители готовы активно их посещать. Скоро лето, и очень хотелось бы, чтобы к первым жарким дням все, о чем сейчас говорят, уже дарило бы радость и комфорт ульяновцам. Павел Половов, Александр Кудряшов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.